Похищение зеленой красавицы обернулось для амурчанина уголовкой. Житель Тынды может лишиться свободы из-за того, что решил сэкономить на покупке сосны в преддверии Нового года и срубил ее во дворе многоэтажки. Действия злоумышленника принесли ущерб в 14 760 рублей. Он признал вину и раскаялся. Убытки возместил. Уголовное дело направили в суд. Засадеянное мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Другие темы обсудим после анонса. Меня зовут Екатерина Борисова. Здравствуйте. С блинами и стихами Пушкина. Жители Амурской столицы выбирали своего президента, обмениваясь сюрпризами и хорошим настроением. Последний огонь на Масленицу. В шести муниципалитетах при Амуре ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили жечь костры. Сбор на здоровье. Городские активисты ради заботы о планете принесли на экологическую акцию тонны отходов для переработки. Амур-Избирком опубликовал итоги регионального голосования на выборах президента России. В ведомстве обработали 100% бюллетеней. Согласно их данным, явка составила 73,7%. За три дня избирательные участки посетили 439 929 жителей региона. Политологи, в свою очередь, назвали события самым семейным и патриотичным за всю историю. Подтверждает высказывания и столица Преамурья, на уиках которой горожане преподносили друг другу приятные сюрпризы, водили хороводы и даже смогли встретить Пушкина. Подробности в сюжете. Даже если бы погода на Масленицу выдалась не такой благосклонной, настроение у жителей района спичфабрики ничуть бы не испортилось. Своей жизнерадостностью озаряют всю округу. Необычное воскресенье позволило совместить приятное с полезным. Проводить зиму хороводом и народными забавами, а после исполнить свой гражданский долг на избирательном участке рядом. Замечательный праздник. Играли в дар. Смели метелкой. Валенки бросали. Песни пели. С плены с пределком говорили. Благодарны всем, кто организовал. Организаторам этого праздника замечательного. Хорошие фотозоны. Катание детей на лошадочках. В общем, очень молодцы. Все потрудились, постарались, сделали праздник. Мы проголосовали всей семьей. И очень совпало это с таким двойным праздником. Устраивать праздник под окнами – давняя традиция этого района. Но Масленица – особое таинство, которым местные приманивают хорошую весеннюю погоду. В этот раз к ним на помощь отправились представители молодежной палаты Благовещенской гордумы. Подготовили для жителей праздничную программу совместно с депутатом по округу. В очередной год проводим мы в районе спичечная фабрика. Только сегодня на территории 17-й школы 2-го корпуса обычно мы проводим это в сквере. Но от этого праздник не стал сегодня хуже. Вы все видите сами. Веселье хоть отбавляй, погода хорошая. Ждем, блин. В принципе, этот район всегда, он такой давно сформировался. Люди здесь давно друг друга знают. То есть, очень дружный район. Дружные жители спичфабрики в своем выборе активно выражают гражданскую позицию. Голосовать, как и многие другие благовещенцы, приходят с семьями, приучая подрастающее поколение к правильным традициям. Мы, в принципе, всегда голосовать ходим. Это обязательно. С детками. Ну, деток на Масленицу вывели и на выборы. Интересуются. Сын интересуется. Дочь пока не понимает. Сын интересуется. Дочери, главное, что-нибудь повкуснее и поинтереснее. Это самое главное. Другая горожанка впервые отправилась на выборы самостоятельно. Недавно ей исполнилось 18 лет. До этого всегда сопровождала родителей в дни голосования. В этот раз получила от представителей избирательной комиссии неожиданный сюрприз – ручку с символикой события. Я пришла на выборы первый раз, потому что считаю, что это гражданский долг – быть активным гражданином своей страны. Неожиданные и приятные сюрпризы получали и представители избирательных комиссий по всему городу. Так в БГПУ на голосование пришел Пушкин. В ГДК – богатырь в доспехах. В тревогу от користой раздумки моей блуждающей судьбе Россия. Думал о тебе, Россия. Много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте! Как у вас дело спорится? Хорошо. Да? Ну, это доброе дело. Если помните, то со стародавних времен на Руси всегда важное дело – решали голосование. Ну, вспомните господин Великий Новгород с его прославленным вечером. Благовещенские избиратели пели песни, демонстрировали строевую и физическую подготовку. На одном из уиков силач свернул гвозди в форму сердца. На другом – юная горожанка, пришедшая на выборы с родителями, растрогала представителей комиссии своим стихотворением. Чего мне только не кричали, Мол, ватник, сепар, колорад, Везде по-разному встречали, Нераспешком прошел весь ад. Меня терзали, Распинали И горло резали не раз. В колени мне в упор стреляли И нож втыкали прямо в глаз. Но я вставал, Я поднимался И сам себя вновь превозмог. Не отступал И не сдавался За мною правда Со мною Бог. По мнению экспертов, Выборы президента 2024 Стали самыми патриотичными И семейными в истории. Явка за три дня голосования В Преамурии составила 73,7%. Это 439 929 избирателей. Как сообщил региональный избирком, Большинство голосов 382 523 Собрал действующий президент России Владимир Путин. Кристина Добровольская, Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Жители Амурской столицы, Которые пришли на выборы В сопровождении родных, Смогли попытать удачу И выиграть ценные призы. Для этого по условиям Онлайн-конкурса Всей семьей на выборы 28 Им потребовалось запечатлеть Событие на фото И опубликовать его во Вконтакте С одноименным хэштегом. По результатам конкурса 15 счастливчиков Получили ценные призы Вертикальный отпариватель, Робот-пылесос, Гриль, ноутбук И умную колонку. 30 участников стали Обладателями сертификатов На развлекательные мероприятия, Среди которых поход в театр, Кино, музей «Калачную» и другие. Спонсором конкурса Выступил городской экшн-парк. Мы, в общем, с сыном Пошли голосовать в школу. Ну и директор школы говорит, Можно поучаствовать в конкурсе. Дала нам листочек, Я все посмотрела, почитала И выложила фотографию С хэштегом Всей семьей на выборы. Я выиграла колонку Яндекс.Макс. Большую. И очень счастлива. Больше трех тысяч благовещенцев Выбрали территорию для благоустройства В 2025 году. Пока лидирует сквер На Калинино-Октябрьской. Голосование стартовало 15 марта. На избирательных участках Волонтеры объясняли жителям, Как сделать свой выбор на сайте. У благовещенцев пять вариантов. Зеленая зона на Октябрьской, Сквер на Мухино-Крестьянском, Территория в районе Студенческой, 32, Локация на Амурской, Шимановского, А также сквер в районе Цева. Выразить свое мнение можно По ссылке, указанной на экране. Голосование продлится до конца апреля. Для того, чтобы сделать выбор, Нужно иметь профиль на госуслугах. Сохранность скверов, парков И других засаженных растительностью территорий Находится под угрозой В пожароопасный период, Который с понедельника ввели В шести муниципалитетах Преамурия. Так, особый противопожарный режим Стартовал в Шимановском, Серышевском округах, Мазановском, Свободненском районах, Шимановске и Свободном. За прошедшие сутки На территории этих муниципальных образований Зарегистрировали 17 термоточек, Большинство из которых Палы сухой растительности, Возникшие по вине человека. Их оперативно потушили Группы пожарных Амурского центра ГЗИПБ. Также система космического мониторинга Рослесхоз заметила В 17 километрах от села Глухари Свободненского района Природный пожар. Возгорание на площади Пяти гектаров ликвидировали. Всем жителям Преамурья напоминают, Во время особого противопожарного режима Собственникам и арендаторам Земельных участков Физическим и юридическим лицам Необходимо ограничить посещение лесов. Категорически запрещается Сжигать мусор, Жечь костры, Использовать открытые источники огня. Убирать сухую траву Необходимо методами, Не допускающими ее выжигание. В противном случае Предусмотрен штраф 40-50 тысяч рублей для физлиц, Для должностных 60-90 тысяч, Для организации до миллиона рублей. 80-летний юбилей Отметил Виктор Антонович Дегтярев. Мэр Благовещенска Олег Имамеев Лично поздравил бывшего начальника Танкового училища. Житель – главное достояние любого города, И мы по праву гордимся тем, Что такой человек, как вы, Живет в нашем городе. Это искренне от всей души. Виктор Антонович 10 лет С 1989 по 1999 годы Руководил БВТКу, Из стен которого вышло 14 героев Советского Союза и России. После выхода в запас Он долгое время работал В городской администрации, Начальником спецотдела, А после первым заместителем Директора муниципального казенного учреждения Эксплуатационно-хозяйственная служба. В 2018 году Он ушел на заслуженную пенсию. Подарить новую жизнь Долго разлагаемым отходом Призывают благовещенцев Городские активисты. Методом сортировки Они предупреждают Рост массовых свалок, Угрожающих здоровью планеты. Сдают фракции на вторпереработку Жители Амурской столицы Каждую третью субботу месяца. За мартовской акцией Раздельного сбора Наблюдала наша съемочная группа И даже приняла в ней участие. Здесь твердая пятерка. Полипропилен с маркировкой 5. Это вот контейнеры, Подложки, Пищевые контейнеры От йогурта. Попав в почву, Пластиковые изделия Способны пролежать Не до 400 лет. За расти тропе, Ведущей к массовым свалкам, Помогают городские активисты, Уменьшая число Долгоживущих отходов Безопасным методом. Взяв ответственность За свои действия однажды, Не могут изменить убеждениям. Личным примером Вдохновляют окружающих. Я занимаюсь Раздельным сбором Уже два года. Моя семья Сейчас полностью Тоже занимается Вместе со мной. То есть мама Отдельно живущая Отдельно собирает мусор, Сестра отдельно живущая Отдельно собирает мусор. Я вывожу Весь мусор семейный сама. Все началось С макулатуры И батареек. Все такого С простого. Что пачки Из-под чая, Какие-то коробочки От печенья, Еще чего-то. Это всего так много. И мне стало Все жальче и жальче Это выносить на помойку. А потом я поняла, Что и пакеты не разлагаются. И как-то потихонечку Пришла ко всем фракциям. Все начала сортировать Раздельно, раздельно, раздельно. И сейчас уже Для меня это Ну я не могу Пойти на мусор К этому лезти. Безусловная привычка Бережного отношения К природе Формируется с раннего возраста. Изменить ракурс Общественного мышления Способны разумные взрослые. Закладывая полезное зерно С детских лет Сформировать поколение, Которое будет заботиться О настоящем и будущем планеты. У нас есть друзья в Москве. И вот они поехали С сыном за город. И как бы С сыном там, я не помню, Пакет какой-то. Он стоит, а там стоит одно ведро. И он такой К мне обращается Мама, а куда Бросить пакет? То есть Он настолько удивлен, Что нет раздельного мусора Для него. То есть Человек уже вырос Именно в этом раздельном мусоре И у него По-другому Не складывается В голове картинка. То есть Ему охота, чтобы Был какой-то Другой еще ящик, Чтобы было куда-то Бросить пакет. Поэтому, ну я думаю, Если мы будем воспитывать Наших детей, То Со временем Наверное, В ситуации и справиться. И еще По раздельному мусору Можно определить Сколько человеку лет. Вот если Судя по нам По количеству блистеров То нам уже за сорок. Сбор блистеров, кстати, Остановили. И везти их в Москву На переработку Оказалось финансово Нецелесообразно. Однако, Количество вовлекаемых В акцию фракции Регулярно дополняется. Каждую третью субботу Месяца Волонтеры Амурской столицы Приносят на площадь УКЦ Накопленные материалы, Подарив им Возможность переродиться. Макулатуру мы собираем У нас ее в Влаговещенске Частично перерабатывают Прессуют Часть отправляют В другие регионы Металлолом Также он Собирается И железо И алюминий Также он Прессуется Отправляется Потом Для дальнейшей Переработки Батарейки Это Самое токсичное Вторсырье Его нельзя Выбрасывать Просто так В почву Больше фракций Мы принимаем Расширили мы Пакеты Писерку принимаем Контейнеры С маркировкой 5 Его ведь очень много В магазинах продают И еду В этих контейнерах Вот это мы принимаем Это у нас на месте В Влаговещенске Наши переработчики Придумали Как их переработать И добавлять В полимер Песчаные изделия То есть Это не чисто Переработка А хотя бы Их добавляют В другие изделия В лавочки Беседки Урны какие-то Хотя бы туда Акцию Раздельный сбор Поддерживает лично Мэр Влаговещенск Олег Камамеев Регулярно к ней Присоединяется И наша телекомпания На этот раз Дали на переработку Коробку офисной бумаги Общий мартовский объем Собранной макулатуры Составил 1800 кило 8 бигбэгов Ушло на пластиковые бутылки Также волонтеры Собрали 120 килограммов Железа 35 алюминия 15 мешков батареек Кроме отходов Силами неравнодушных Горожан Собрано 6 мешков Ветоши Корма И медикаментов Для животных Галина Мартынова Леонид Уткин Программа Город Раздельное питание И тщательное внимание К своему рациону Ждет верующих Жителей региона У православных христиан Начался Великий пост Он продлится 7 недель И завершится перед Пасхой Которая в этом году Выпала на 5 мая Согласно данных От священнослужителей По понедельникам Средам и пятницам Христианам следует Придерживаться суходеяния Питаться продуктами Которые не проходили Термическую обработку По вторникам И четвергам Выбирать горячую еду Без масла Выходные разрешены Блюда с растительным Есть пара дней Исключений В которые едят рыбу В 2024 году Это 7 и 28 апреля 27 апреля В Лазареву субботу Можно есть икру В первые и предпоследние Дни поста Нужно голодать Все ограничения В рационе Священнослужители Рекомендуют Индивидуально Обсудить с медиками Особенно это касается Благовещенцев С хроническими заболеваниями Отказаться от соблюдения поста Или допускать в пищу Неканонные продукты Позволяется беременным женщинам Находящимся на лечении пациентам И занятым тяжелым трудом людям За зрелищность поединков И Кубок при Амуре Сражались участники Регионального турнира По рукопашному бою Соревнования в спорткомплексе Амгу Собрали около 270 бойцов области На состязание съехались Представители Амурской столицы Благовещенского и Тамбовского округов Белогорска, Серышева и Магдагачи На поединки они выходили в разных возрастных и весовых категориях Помимо почетного приза, областного кубка И больше 50 комплектов медалей Бойцы претендовали на место в региональной сборной Которая представит при Амуре На домашнем первенстве Дальнего Востока в декабре Организаторами турнира Традиционно выступил спортивно-патриотический клуб «Машина» В этом году его посвятили памяти героя России Сергея Бондарева Амурчанин неоднократно проявлял мужество и отвагу Во время выполнения боевых задач Во времена чеченских конфликтов Погиб 29 июня 2001 года Когда бросился на фугас Защищая своих сослуживцев 130 благовещенских государственных И муниципальных служащих Решили доказать свою выносливость И продемонстрировать физподготовку В городском этапе фестиваля ГТО Несколько дней подряд они бегали и плавали на скорость Отжимались, приседали и подтягивались Лучшие будут отстаивать честь Амурской столицы на областном этапе Фестиваля готовых к труду и обороне Рабочих коллективов А пока посмотрим, как они показали себя Я попрошу вас ни в коем случае не скромными, а гордо говорить о том, Что вы являетесь участниками Уже вы вошли в историю города Владовещенства Как вы самые активные, самые неравнодушные, самые красивые люди Столицы Преалуга Ну, каждому из вас, конечно же, достижение новых высот Достижение новых горизонтов А мы вами, безусловно, гордимся Редактор субтитров А.Семкин Отличная физподготовка, внимательность и умение плавать пригодятся благовещенцам, которые планируют подработать летом В городском управлении ГО и ЧС требуются матросы-спасатели В обязанности таких специалистов входит дежурство на спасательном посту Обход мест отдыха, оказание помощи горожанам, терпящим бедствия на воде Своевременный вызов подмоги в виде медиков, полиции, спасателей благовещенского гарнизона Откликнуться на вакансию могут кандидаты старше 18 лет Обязательное условие – умение плавать Перед выходом на работу городское управление ГО и ЧС проведет бесплатное обучение По окончанию которого выдадут бессрочный сертификат матроса-спасателя Корочки также позволяют устроиться на подобную должность в аквапарке, бассейне, детские оздоровительные лагеря Подробности о вакансии, графике работы и заработной плате ищите на сайте мэрии Адрес на экране или по номеру 99-3207 Охотоведы подсчитали животных и птиц при Амуре Под учет попали 20 видов, представляющих промысловую ценность На основании собранных данных Управление животного мира выставит лимиты и квоты Добычи охотничьих животных на предстоящий сезон 2024-2025 Статистику подбивают по специальной методике на всей территории области Зверей учитывают по следам на снегу, птиц по количеству встреч на маршрутах Подробные списки ведомство опубликует в апреле Это все, о чем мы успели рассказать Всего вам доброго, отличной вам рабочей недели! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok